Вечером 12 января 2015 года Линдси Гарднер вышла из своего дома вместе со своей 13-месячной дочерью Хейли. Она сказала своему мужу, что останется на ночь в доме у родителей, чтобы на следующее утро быть ближе к месту работы. Они сели в свой автомобиль и скрылись в ночной тьме. Время на часах было около 11.30 вечера. На следующее утро в 9.15 женщина-свидетель совершает звонок в 911 и сообщает о разбитом автомобиле, который врезался в деревья. Они не могут увидеть, что они могут быть в порядке, потому что я у меня с дочерью в машину, и они улетали в доме. Сейчас, в этом доме, и я не знаю, что он в этом случае, он не может быть в Годвилл парк-н-лот. Окей. И что цвета в тюрьме? Это как в поле, 4-дор-седан. Это в дереве. Я не знаю как долго это было. Это с хранцемброш. Это довольно сложности. Во время звонка женщина-свидетель смогла привлечь офицера полиции, который находился поблизости, и обратить его внимание на золотистую Тойоту Камри. Однако во время осмотра автомобиля полицейский никого не нашел, хотя бумажник с удостоверением личности Линдси находился в машине. Офицер предположил, что виновник аварии скрылся с места происшествия. После этого полицейский покинул место аварии. Примерно через два часа после этого, недалеко от этого места, появляется работник, чтобы осуществить плановый ремонт забора поблизости. Он также совершает звонок в 911. К месту аварии снова прибывает офицер полиции и начинает документировать место происшествия. Снаружи и внутри машины он не нашел следов крови или телесных повреждений. Дверь со стороны водителя была открыта, ключи все еще находились в замке зажигания, а бумажник Линдси лежал на сидении. Было установлено, что автомобиль двигался по дороге, после чего выехал на встречную полосу и протаранил красно-белое ограждение на дороге. После этого машина съехала с дороги и снова протаранила ограждение из колючей проволоки и выехала на поле, которое является пастбищем для коров. Затем автомобиль прорывается через еще один забор из колючей проволоки. Проехав еще несколько десятков метров, машина врезается в дерево. Спустя еще немного времени, примерно в 170 метрах от автомобиля, были обнаружены два трупа. Ими оказались Линдси Гарднер и ее маленькая дочь Хейли. Трупы лежали рядом с высоким забором. Оба тела были без одежды. Тело матери лежало вниз с животом, прикрывая тело годовалой дочери. После этого на место происшествия прибывают криминалисты. Детективы начали работать на месте аварии, делая множество фотографий, показывающих местоположение и расположение многих предметов. Обувь Линдси лежала на полу под педалями, однако одна туфля была зажата под педалью газа. В салоне автомобиля было найдено много детских вещей. Следов алкоголя или наркотиков в машине обнаружено не было. Рядом с местом аварии была обнаружена куча разбросанной одежды. Эта одежда принадлежала Линдси и ее дочери и была надета на них в момент аварии. Детективы установили, что мать упала лицом вниз, когда несла дочь на руках. Поверхности ее ступней были покрыты засохшей грязью, и у нее были многочисленные царапины на руках, ногах, спине и ягодицах. Колени были покрыты ссадинами. Тело дочери лежало перпендикулярно телу матери, лицом вверх. У нее также были ссадины на левой стороне лица, царапины на нижней части левой ноги и на спине, а также ссадины на груди. Полиции не удалось найти каких-либо четких указаний на то, что стало причиной их смерти, поскольку на телах не было обнаружено каких-либо серьезных повреждений. Детективы использовали дроны, чтобы сделать фотоснимки с воздуха. Найденная одежда была тщательно осмотрена. Красные пятна были обнаружены на многих вещах, однако полицейские отчеты не указывают на то, что эти пятна были проверены в какой-либо лаборатории. Тела матери и дочери были переданы судебно-медицинскому эксперту для определения точной причины смерти. Судмедэксперт установил, что смерть наступила в результате гипотермии, то есть переохлаждения с парадоксальным раздеванием. Парадоксальное раздевание – это явление, которое иногда возникает в результате переохлаждения, когда человек чувствует невероятный жар, вследствие чего снимает с себя одежду. Результаты токсикологической экспертизы оказались отрицательными. Следов алкоголя или наркотиков в крови погибших обнаружено немало. Однако по сей день в этом деле остается много вопросов. Муж Линдси, Энтони Гарднер, позже заявил в интервью, что не понимает, почему она была в этом районе, так как это было совершенно противоположное направление от дома ее родителей, куда она якобы уезжала накануне вечером. Точная причина аварии так и не была установлена. Одна из наиболее вероятных версий заключается в том, что педаль газа заклинила, что вызвало неконтролируемое ускорение автомобиля. Автомобиль, за рулем которого находилась Линдси – это Toyota Camry 1996 года выпуска. По имеющейся информации, эта модель была отозвана из-за серьезной неисправности, вызывавшей выход из строя троса педали газа. Многие водители получили серьезные травмы, в США погибло до 100 человек. Компания Toyota была предметом судебного разбирательства. Вполне вероятно, что педаль газа застряла, и машина продолжала двигаться с набором скорости. В таком случае у водителя есть лишь три варианта решения проблемы. Использовать ручной аварийный тормоз, либо переключить коробку в нейтральное положение, либо выключить зажигание, отключив двигатель. Однако для тех водителей, кто впервые столкнулся с этим неожиданным внезапным ускорением во время движения, будет крайне сложно принять нужные меры. Стоит отметить, что одна из туфель Линдси была найдена под педалью газа. Возможно, женщина пыталась вернуть педаль в исходное положение, пытаясь зацепить ее сзади. Так как эта авария была признана как несчастный случай, специалисты не проводили экспертизу автомобиля. Также не было установлено точное время аварии. Однако есть еще один звонок в 911, который может дать подсказку. Yes, this is Ford's police department operator, K-5-3. May I help you? Yes, ma'am. My name is Eric Griffin. I'm a shift supervisor with Stephen's Transport Tanker Division. I was talking to one of my night drivers, and he was at that scene last night at about 1.30. He seen the car, he stopped, he looked around, he tried to see if there was anybody in the car, didn't see nobody, and he thought it was somebody just drunk, wrecked the car and walked home. I don't know if that information was with the health forum, but that was at 1.30 this morning. Учитывая эту информацию, можно предположить, что авария произошла в промежутке между 11.30 вечера и часом 30 ночи. Беря во внимание тот факт, что расстояние между домом Линдси и местом происшествия составляет около 2,5 километров, Авария могла произойти всего через несколько минут после их отъезда. Однако той ночью никто не сообщал об этой аварии в полицию. Первый звонок был совершен только в 9 утра. Температура воздуха в ту ночь в этом районе была в диапазоне 1-2 градусов по Цельсию. Авария произошла в пределах видимости многих жилых домов. Если бы после аварии человек действовал рационально, он бы мог направиться к дороге и домам за помощью, которые находились в пределах пешей досягаемости. Однако вместо того, чтобы двигаться к дороге и домам, Линдси вместе с дочерью отправились на открытое поле. Возможно, во время аварии Линдси потеряла сознание, и когда она очнулась, она уже находилась на поздней стадии переохлаждения, после чего она вылезла из машины и взяла ребенка. Пройдя несколько метров, она сняла одежду с себя и дочери. В состоянии помытненного сознания, дезориентации и переохлаждения, они прошли еще несколько десятков метров, после чего упали на землю. Возможно, во время аварии Линдси действительно получила сотрясение мозга без каких-либо явных внешних признаков, вследствие чего она действовала беспорядочно и нерационально. В печали тот факт, что погибшая женщина и ее маленькая дочь находились в беде, совсем рядом с дорогой и жилыми домами. Той ночью по дороге ездили машины, а в домах находились люди. Но, к сожалению, никто так и не заметил женщину с ребенком в ночной тьме посреди поля. В конце концов, точная причина аварии так и не была установлена. Обязательно пишите в комментарии свое мнение по поводу этой истории. Если вы хотите больше подобных роликов, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи!